Здравствуйте, дорогие друзья! Мы-то все это видели отсюда, из Крыма, не все были там, далеко не все. А Наталья Полонская, сотрудник Генеральной прокуратуры Украины, советник юстиции, сегодня у нас в студии, и мы услышим ее точку зрения. Здравствуйте, Наталья Владимировна! Здравствуйте! Вы тут все, что там происходило, вы там работали, в Генеральной прокуратуре, на должности кого, простите? На должности старшего прокурора отдела, четвертого главка, это главное управление по надзору за соблюдением закона в ходе досудебного расследования по уголовным проваджениям, производствам, которые осуществляют органы милиции. И действительно, все, что происходило на Майдане, это было ужасно. Это то, что не допустим Крым. Ну вы же там не были. Да, непосредственно на Майдане, в вооруженных, в всех столкновениях и в боевых действиях меня не было. Но я там проживала, я там работала, и я там слышала через каждые пять минут под окнами своего рабочего кабинета, как ездила скорая помощь и возила трупы, возила потерпевших, которые остались живы. Но начиналось то все по-другому? Начиналось обычно, да. Обычно, мирно. И вот я хотел бы, чтобы вы говорили об этом с точки зрения, так сказать, прокурора, работника прокуратуры. Все было в рамках закона? Вот в настоящее время я официально заявляю, как сотрудник прокуратуры, как человек, который все это наблюдал и видел, как гражданин Украины, что в Украине произошел антиконституционный переворот, вооруженный захват власти. Это не мирная демонстрация, о которой все так яростно и доблестно рассказывали, и рассказывают по сей день почему-то. Я не понимаю, какая это мирная демонстрация. Ее там не было ни 18 февраля, ни 19 января, причем на такие праздники, которые... Вы уже говорите о кульминационных днях, когда все действительно перешло в такую военную фазу. Да, действительно, потому что это те события, которые запоминаются особо, и это те кульминационные дни, которые останутся в памяти навсегда. Это рассвет нацизма. Это тот нацизм, от которого нас избавили наши деды, бабушки, которые кровью своей полили землю, чтобы мы в спокойной обстановке, в спокойной жизни, в мирной жизни, с чистым небом жили. А сейчас на уровне правительства, теперешнего правительства Киева, все это поощряется. Нацизм просто выровняли как героизм какой-то, проявление героизма. В чем это проявляется, чтобы мы поняли, где там нацизм? Дело в том, что в настоящее время уже Верховная Рада Украины приняла, не приняла, а находится на рассмотрении в Верховной Раде закон о либерализации правого сектора. Кто такой правый сектор? Вы все, все граждане, все люди, которые проживают в Украине не только и за пределами Украины, все видели и все наблюдали по телевизору. Многие наблюдали из своих окон, в том числе и я это видела. Как бежали люди с щитами, с какими-то автоматами, стреляли в наших солдат, которые стояли безоружные, которые стояли на охране общественного порядка. У них у всех лозунг один. И один флаг, черно-красный. Это флаг Бандеры. Скажите, пожалуйста, у нас на Украине запрещен черно-красный флаг? Да, это флаг Бандеры. Ну, в настоящее время, я так понимаю, это скоро будет флагом патриотического настроя. Вы же понимаете, Наталья Владимировна, это все произошло не вчера и не 19 февраля. У нас годами ставили памятники Бандере, совершенно явному, ну, так сказать, документальному пособнику Гитлера. Это понятно. Но никто этому не противостоял. И в том числе и прокуратура, да? Нет, почему? Раньше прокуратура до вот такого перелома коренного в нашей власти как-то по сносу памятников, даже памятников наших солдат, наших воинов, наших героев возбуждались дела, расследовались. Все это отношение было, отношение у людей было совершенно иное, не такое, как сейчас. Сейчас снести памятник Ленину, это героизм. Да, это добрость, это верно. Сейчас отбить руку воину, который, памятник воину, которые гибли за нас, дорогие соотечественники, дорогие крымчане, те воины, которые гибли за нас, дело в том, что просто бесцеремонно, наглым образом разрушаются. И как мы можем спокойно на это смотреть? Я не понимала. Это просто внутреннее... Ну, Наталья Владимировна, я прошу прощения, это вот эти эмоции, которые вы говорите, они совершенно нам понятны. Но тогда сразу же и к вам вопрос. А что же вы? Где вы? Прокуратура, Генеральная прокуратура страны? Генеральная прокуратура страны вносит сведения в ЕРДР и пытается... Это что, простите? Это единый реестр досудебных расследований и, по всей видимости, расследует дела, надзирает соответствующим образом за расследованием данных дел. Но, опять-таки, вот все эти факты, которые были совершены со стороны правительства, со стороны теперешнего, я считаю, что нелегитимного правительства, которое пришло через кровь, через кровь, вот ту солдатскую кровь, вот ту кровь обычных граждан, которые пострадали чисто случайно, они это приветствуют. Они потыкают, они просто потыкают национализму, нацизму. Вот этому бандерскому нацизму. Посмотрите, кто баллотируется у нас в президенты. Это тот человек, который находится в международном розыске. Это тот человек, который призывает к убийству, к вооружению. Вы говорите о Дмитрии Яроши? Да, я говорю именно о Дмитрии Яроши. Тот, который взрастил эту армию, тот, который кричал на Майдане, никого не боится. Понимаете? Да, действительно. Но мы хотим знать правовую оценку его действиям. Мы хотим знать, как относятся к его воззваниям, к его призывам, к вооруженным различным действиям. Вот как относятся правоохранительные органы? Ведь они должны как-то реагировать. Должны и обязаны реагировать. Обязаны. Но я для себя сделала выбор. И не поддерживая теперешнюю власть в Киеве, работать в Генеральной прокуратуре я больше не буду. То есть вы хотите сказать, что как раз Генеральная прокуратура вполне лояльно относится к таким? Я не хочу ничего сказать по этому поводу, поскольку в Генеральной прокуратуре работают вполне адекватные и очень грамотные и мудрые сотрудники, мои коллеги, которых я уважаю. Но то, что произошло, те люди, которые пришли к власти и сейчас дают указания и руководят нашей страной непосредственно в Киеве, я их не поддерживаю. Поэтому оставаться в Киеве и в Генеральной прокуратуре я не буду. Не, независимо, я прошу прощения, независимо от того, останусь я безработной, буду я с работой, но поддерживать вот этот нацизм мне не позволяет моя совесть. На меня смотрят, точно так же и на вас всех смотрят, ваши деды, которые погибли, те солдаты-патриоты, которые погибали, и те солдаты, которые находились на Майдане и стояли живым щитом, чтобы не пропускать этот правый сектор этих радикалов сумасшедших, понимаете? Мне не позволяет совесть. А вашим коллегам, Наталья Владимировна, в Генеральной прокуратуре позволяет совесть? На этот вопрос я не могу ответить. Очень многие коллеги, я опять-таки буду повторяться, достойные, и у них есть свои причины, свои обоснования, свои аргументации, поэтому данный вопрос надо задавать непосредственно каждому человеку. Мне нет, я не хочу занимать должность. Хорошо, Наталья Владимировна, в эти дни, в те дни февральские, чем занималась прокуратура, когда шли бои? Когда жгли милиционеров, когда поджигали здания и захватывали их, когда, по сути, грабили просто магазины, которые стояли на этих улицах и так далее. Чем занималась прокуратура? Прокуратура не спала. Прокуратура и днем, и ночью находилась на рабочих местах и точно так же переживала, а может быть, даже и больше. Но она должна была действовать, кроме переживаний? Нет, мы собирали постоянную информацию. Просто в те дни такая огромная работа была проведена. Это сумасшедший объем работ. А что именно? Регистрация бесконечная в единый реестр досудебных расследований. Это непосредственно процессуальное керевництво по тем проваджениям, которые были возбуждены. Это, опять-таки, мы помним последнюю амнистию, которую генеральный прокурор Виктор Павлович Пшенко запустил в действие, и которую так и не сдержали наша оппозиция и наши захватчики административных зданий. Сдержало бывшее правительство, ну и так вот все произошло, мы все наблюдали эти спонтанные события, но все это, опять-таки, это огромный труд. Это сотрудники прокуратуры и днем, и ночью фиксировали, кто, когда, где, что освободил, что захвачено снова. Это уголовные дела, это бесконечные следственные действия, это бесконечные указания, непосредственно участие и проведение следственных действий. И, опять-таки, все это в таком режиме проводилось. Но не там, где происходили эти события, нет? Нет, непосредственно на Майдане мы не находились, мы работали на своих рабочих местах, дежурили, дежурили, ночные смены были. Вот те ребята, которые, Беркут, внутренние войска, они находились и с нами рядом, и мы все это видели. И все варились, и все работали, и все надеялись на то, что не будет таких кровопролитий, как были допущены. Это была оценка. Можно вот ее узнать? Вот вы видите, как выполняют свой профессиональный долг и служебный долг милиция в лице Беркута. И вы видите, что с ними делает вот эта толпа. Ну, не возникало, в общем-то, какое-то непонимание действий руководства, почему позволяют сжечь и убивать милиционеров, и ничего не происходит. А им запрещают просто сдвигаться, они просто стояли стеной и падали, если их убивали. Это что-то экстраординарное. Это невозможно объяснить разумными словами. У меня это не укладывается просто в голове, как пушечное мясо выставили этих солдат, 19-летних. Я вот хочу еще акцентировать внимание. Я в Киеве, там же как в Киеве, там сейчас герои, это НБС на сотня. Да, люди погибли, люди погибли, но вот те солдаты, которые стояли, они далеко не герои в Киеве. Про них почему-то все забывают. И тот госпиталь, МВДшный госпиталь, в котором находились на лечении, и по сей день находятся на лечении солдаты, 19-летние, из внутренних войск. И я к ним приезжала, и хочу сказать, выразить свою благодарность тем врачам, которые действительно добросовестно относились и относятся. Я видела это своими глазами, как они относятся к этим ребятам, как они их лечат. И как эти ребята находятся в этом госпитале. Мама не может приехать, потому что у мамы нет таких средств снимать квартиру в Киеве, я прошу прощения. И там ребята одни, им 19 лет. И вот когда я была в госпитале и общалась с одним из солдат внутренних войск, это, я не буду фамилию указывать, это молодой парень, ему 19 лет, он из Днепропетровска, служит в армии он 4 месяца. Из них 3 месяца находился на Майдане. У него поломана рука, он находится до сих пор на лечении. Он мне со спуганными глазами сказал одно, вы знаете, меня так еще никогда в жизни никто не бил. Это 19-летний парень. Да.